Значит, вы сказали, что было на 1 октября отремонтировано 84 многоквартирных дома. Еще 5 многоквартирных домов работы ведутся. Скажите, пожалуйста, вот по этим 5 многоквартирным домам, вообще как люди себя чувствуют? Если вы меняете коммуникации, если вы, так сказать, выполняете работы. На улице-то, наверное, уже не май месяц. Ну, в основном, это те работы оставить, которые касаемы кровли и фундамента. Потому что коммуникации, мы все до отопительного сезона, там, где предполагалось заменить коммуникации, все были заменены. А кровля на голову не капает, нет? Если кровлю вы не сделали на сегодняшний день. Как вы считаете? Жалобные, жалобные, все работают. Все работы совершать до начала отопительного сезона. Все до единой работы. Если хоть один объект переступит этот срок, значит, все, что будет связано с обояснением обстоятельств, будет естественным образом разбираться очень пристально и внимательно. И будут сделаны выводы. Что касается вот этой низкой предельной стоимости по капитальному ремонту. Коллеги, у нас нет низкой предельной стоимости. У нас есть стоимость обоснованная. И эта стоимость обоснованная. А если у кого-то нет желания в этой стоимости, так сказать, принимать участие, работать, значит, есть другие, кто в этой стоимости могут найти действительно достаточно средств для реализации и качественного выполнения задачи. Мы с вами уже на эту тему сейчас проговорили. Значит, еще раз жду от вас соответствующих предложений. Ну и вопрос, связанный с тем, как вы будете расшивать эту ситуацию с учетом так называемых всех необходимых мер, которые вы говорите внести в постановое правительство, тоже мне, пожалуйста, перечень этих мер, которые должны быть реализованы с тем, чтобы повысить качество, внедрить информационную систему, информировать, собирать и качественно дальше использовать указанные ресурсы для проведения капитального ремонта. Продолжение следует...